Да, я всех приветствую, но основная дискуссия будет происходить, конечно, завтра. Президент Порошенко уже прибыл сюда, и первоначально были приглашены и премьер, и президент, но в последний раз, в последний момент решили, что только президент может ехать. Ну что, я думаю, что сейчас очень многие в Европе одержимы Сирии, вопросы беженцев, здесь вокруг столько же таких беженцев, есть ближний Восток, реально такой нервный фонд, и поэтому этим очень пользуется Путин, и реально он просто сейчас вводит за нас мировое сообщество в Сирии, и хочет, чтобы они забыли про Украину. Поэтому очень важно, чтобы мы не были предметом для торга и обмена, чтобы мы не были объектом переговоров, а мы были субъектом переговоров. Мы говорим про самую большую страну в Европе, Украина, с огромными ресурсами. Украина очень нужна Европе, но она должна доказать, что она нужна. Она должна доказать, что она умеет, и мы должны доказать, что мы умеем делать реформы, что умеем реально многие вещи делать. Мы реально можем стать самой быстро развивающейся экономикой в Европе, мы можем стать образцом реформ, и тогда с нами не смогут торговать. А если мы просто вроде бы продолжаем то, что продолжается и существует, то тогда, конечно, какой-то момент настает, и скажут, что все равно, какая разница там, что все равно Украине помочь невозможно, она сама себе не хочет помочь, Давайте объединяем на Сирию, давайте объединяем на Ирак, давайте объединяем на совместные действия по какой-то ядерной программе. Поэтому надо просто понимать, что, знаете, когда я был в Грузии, ну Грузия маленькая, все равно, сколько она выше своего, своей головой не прыгнешь, особенно, правильно? Украина великая, большая страна, нельзя ей торговать. Для этого нужно, чтобы Украиной не торговались самые, наши коррупционеры, которые продают страну каждый день. Тогда и нас не будут продавать. Я так совершенно убежден в этом. — Михаил, скажите, пожалуйста, позвольте, прямой вам вопрос задам. Вот сейчас мы больше всего в течение передачи обсуждаем политический кризис, который, безусловно, имеет место быть в Украине, пути выхода из него, возможность перезагрузки в парламенте. Я уже от многих людей слышал, что вот в рамках этой перезагрузки вам может быть предложен высокий пост в правительстве. Ну, называют пост вице-премьера или первого вице-премьера. — Вы рассматриваете ли на себя такую возможность войти в правительство? — И второй под вопрос на эту же тему. — По-первых, я не участвую никакой, никак не говорю. — Вы с которым сейчас вступаете неоднократно в полемику? — Абсолютно нет. Я уверен, что президент, то есть премьер-министр, я ценю, исчерпал свои возможности. Правительство, которое два года уже не провело фундаментальных реформ, не облегчило жизнь для украинцев. Украина находится по свободе в ведении бизнеса на 162-м месте в мире по рейтингу Transparency International, в виде Heritage Foundation. В том рейтинге Грузия была там в первой двадцатке, значит, мы были по восьмом месте в Грузии при поведении бизнеса, а Украина в 83-м. Я почему это рассказываю? Потому что Украина может вперед пойти, если Грузия смогла, Украина гораздо больше может. И это все шансы, которые не используют это правительство. Правительство, которое не использовало шансы в течение двух лет, не сможет при рейтинге партии, то, что мы видели после народов фронта, там, 0,3 или 0,4 процента, реально сейчас провести реформы. Но нет доверия, кредит доверия исчерпан. Когда кредит доверия исчерпан, то есть наступает политический кризис, поэтому сейчас сцепляться за должность, мне кажется, и за политический сообразие. Михаил, простите, пожалуйста, вы меня неправильно поняли, когда я задавал вопрос. Когда я задавал вопрос, вы меня неправильно поняли. Я отнюдь не подозреваю вас в том, что вы участвуете в какой-то закулисной торговле по поводу постов, должностей и так далее. Но если вам будет предложена должность правительства, как вы к этому отнесетесь? Михаил. Еще раз говорю, это правительство Яценюка сейчас держится на голосах в парламенте Рината Ахметова. Ринат Ахметова не дает свои 20 голосов и Яценюк рассчитывается, что в таких условиях он удержится. То есть два года после Байдана главный антимайдановец страны держит правительство Байданово. Разве это нормальная ситуация? Это абсолютно ненормальная ситуация. Естественно, я в таком правительстве участвовать не собираюсь. В целом у меня нет никаких больших политических амбиций, но мы разворачиваем сейчас широкое политическое, не партийное движение. Мы, знаете, есть очень много порядочных, новых, молодых людей всех возрастов тоже, которые не были на политике. Мы пойдем по всей Украине. Мы поедем в каждый крупный город и даже потом подальше каждое село большое. И почти каждый не поедешь, конечно, во многие из них. И мы будем говорить с народом, мы будем слушать свой народ. И я думаю, что мы донесем это до Киева. И киевские политические элиты придется поменяться, придется подвинуться. Хорошо, а вот это ваше политическое движение, которое вы создаете, Михаил? Вот это политическое движение, которое все-таки, но всякое политическое движение имеет какую-то конкретную цель, конкретную задачу. Принять участие в выборах рано или поздно? Моя цель очень конкретно. Знаете, во-первых, нет выборов пока, чтобы Украина... А если будут? А если будут? Когда будут выборы, тогда будет конфигурация. Но для нас это... Я не буду симкулировать. Я знаю, что главное, что надо поменять правила игры и движение, которое мы создаем, для того, чтобы поменять правила игры, поменять элиту. А то опять, я смотрю там, кто опять какие-то, какие-то олегах договорились, говорят, ты с этим будешь, ты с этим будешь, ты там будешь, ты это будешь участвовать. Мы в этом не участвуем. Я думаю, что политические проекты уж должны кануть в прошлое. Нет никаких политических проектов. Есть политическая воля народа. И это не какой-то популизм. Люди истосковались по движению. Надо уносить ноги из этого болота. Надо уносить ноги стране. Сегодня я видел, кстати, письмо заместителя министра. Очень обнадеживающее письмо. По требованию реформ. До этого Айвара Собрабевичу сделал очень смелый шаг, я думаю. Можно согласиться, не согласиться с каждым словом, что он сказал. Это другой вопрос. Но очень смелый шаг. Есть очень хорошая группа тоже парламентарных. Главные, главные люди есть в наших городах, в наших селах. Главные люди есть везде, которые готовы для изменения реформ. И просто надо им создать новые правила. В этом я вижу свою амбицию. Я свою амбицию вижу гораздо больше, чем бороться за конкретную должность. Она мне не нужна. У меня были все должности в жизни. Мне предлагали, кстати, почти все должности в Украине. Я от многих из них отказался. А премьер-министра должность недавно предлагали? Наша цель – поменять, чтобы не было того, как обычно. А вот вопрос у вас здесь… Ну, я слышал, что там какие-то партии называли мою фамилию… Говорят, что предлагали ли вам должность премьер-министра. Вот премьер-министра должность не предлагал вам никто? Кто конкретно? Выскочит. Вам. Я слышал, несколько фракций, парламент, обсуждали и этот вопрос. Но еще раз говорю, это не моя цель. Моя цель – привести новое поколение людей, а это поколение всех возрастов, новые, которые не занимали раньше решающие должности, порядочные, честные люди, которые не участвуют в договорнях и которые не имеют корни там в олигархических руках. Эти люди сами между собой договорятся, исходя из интересного народа, по указанию народа, согласовать народа. Они так, как нам объявляют. Четыре министра вышли, а потом четыре министра вернулись. То есть министра – это как бы как пояс. Можно с него сойти, потом обратно. Это легко. Потому что этот пояс никуда не идет. Давно уже стоит депо. Пояс, который стоит в депо, можно с него сойти и выйти. Министры ушли в отставку. У тебя один месяц здравоохранения через 9 месяцев урался с отставки. А куда вернуться? Пояс возле линии там. Так легко вернуться. Но мы должны создать такой пояс, который будет двигаться вперед. И все должны заняться вместе на этом поезде и быстро двигаться вперед. И это будет наша страна. Наша страна должна двигаться вперед. Они стоят там в депо, и убийство будет сходить и обратно заходить. И договариваться за темными стенами этого депо. И потом народу будет сообщать свои решения. А сегодня я ушел в отставку. Завтра я вернулся. А как он вернулся? То ли шантажировали. Там мне рассказывают. Пиварский рассказывает. На него было возбуждено уголовное дело. Так может потому он вернулся, что на него шантаж был? Так кому-то предложили деньги. Может потому они вернулись? Кому-то на еще какой-то договорник. Тогда объясните почему. Или почему вы ушли в отставку, или почему вы вернулись. И мне грех издеваться над народом Украины. Вот и все. Спасибо. Спасибо, Михаил.